Что же это за лайфхак такой? Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня я с вами буду проверять лайфхаки. Я просила вас в моем прошлом лайфхак новом видео, чтобы вы прислали мне в директ странные лайфхаки, которые вы бы хотели, чтобы мы с вами проверили. И сегодня именно этим я и буду заниматься. И да, по традиции, кажется, каждый раз, когда я буду болеть, я буду снимать видео с лайфхаками, потому что мое предыдущее видео, вот это вот, я снимала в точно таком же состоянии, в болезненном. Не люблю болеть. Что за отстой вообще заболеть в середине весны, когда тебе через несколько дней улетать в Корею? Отстой! Что ж, уже не терпится начать все это посмотреть. Обязательно перед началом подписывайся на мой канал, тык, включай в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Лойс, если хочешь продолжение. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Сейчас я буду проверять один эпический лайфхак. Это реально один из самых странных лайфхаков из тех, которые я когда-либо видела. И если он работает, то у меня просто... Нет слов. Давайте посмотрим, что же это за лайфхак такой. Оказывается, если использовать два оттенка корректора, темный и светлый, то можно достичь идеального тона. Я буду рисовать квадратики в шахматном порядке, прям как у этой девушки, чтобы уж наверняка убедиться в том, работает ли это лайфхак или нет. Но, если честно, я больше чем уверена, что это какая-то ерунда, и вряд ли она будет рабочая. Давайте запомним контурирование стик, который я буду использовать. Вот сколько у меня его есть сейчас. светлая сторона и темная сторона, и посмотрим, сколько его останется потом. Я похожа на шахматную доску. Давайте представим, что это кони, а это ферзи, они сражаются между собой. Иногда я генерирую бред. Так, ну ладно, расход на самом деле гораздо меньше, чем я думала, потому что я была уверена, что я сейчас добью таки этот корректор, он у меня закончится, и не будет занимать у меня место. Но нет. Выглядит реально очень странно, и честно говоря, я уверена в том, что если сейчас это все растушу, а я это растушую, оно не будет выглядеть так, как будто у меня идеальный тон. Пожалуйста, попробуйте повторить этот бред на своем лице, потому что я не верю в то, что это реально работает. Мне кажется, у меня просто случайно получилось. Ну серьезно, ну не может этот бред работать настолько хорошо. Ну что за бред, посмотрите. Посмотрите, как идеально подобрался тон. Это просто один в один то, что надо. Единственное, что он не перекрыл вот это вот, мои следы от расковыренных прыщей, которых не было, потому что я женщина, а значит ковыряю. В общем, проверите реально, если у вас это есть, и потом обязательно мне напишите, не знаю, в институт в директ, или может вы даже хотите выложить это себе, в истории, потому что роботая. Давайте посмотрим, что нам второй Лойф Хацк предлагает. Понадобятся зубочистки. К сожалению, у меня дома были только вот такие вот зубочистки с зелеными головками. Давайте без шуток. Помадка для бровей. Сейчас, по идее, я прикладываю это к своим бровям, и они становятся мне идеально ровными. Так, я ее приложу, я ее провожу, оп, снизу. Не отритяя того, что я криворука. Давайте сделаем попытку номер два. Возможно, я просто нанесла слишком мало средств, давайте добавим, конечно, еще, но если там нужно добавлять такое краудное количество средств, то вообще какой смысл в этом лайфхаке? Это же просто перевод продукта. Теперь я минутку сейчас расчешу, добавлю карандаш, посмотрим, что будет с ним. Спустя 10 минут мучений получилось как-то так. Ну, если честно, теоретически, да, возможно, можно как-то к этому ко всему приноровиться, возможно, будет получаться, но слишком много вопросов и слишком мало ответов, собственно, а нафига? Ты тратишь 10 минут на то, что, ну, не знаю, получить вот это вот, это нифига, жизнь не облегчает, я считаю, поэтому этот лайфхак однозначно не работает. Кстати, если вам нравится видео с проверками лайфхаков, если вам нравится все это смотреть, изучать, обязательно, во-первых, присылайте мне ваши лайфхаки, которые вы увидите в инстаграм, в мой директ, я его буду читать, я буду смотреть, и в следующем выпуске я опять-таки обращусь именно к тем лайфхакам, которые вы мне сами будете присылать. Уверена, что каждый из вас хотя бы однажды слышал фразу «Все гениальное просто». И, если честно, то этот лайфхак выглядит действительно очень просто и от этого не менее гениально. Для него понадобится карандаш для губ и кисточка. И кисточка. Дальше нужно нарисовать форму, стрелки на глазах, растушевать ее, сделать нижнее веко и вуаля! По идее, появляется идеальный макияж. Кстати говоря, карандаш для губ внезапно очень хорошо рисует линию на глазах. Прям реально, смотрите, как классно получается. И цвет-то какой. У меня таких теней, например, еще никогда не было. Реально очень нежно и классно растушевывается. Если захотеть, то можно даже и форму этими спокойно совершенно построить, что-то нарисовать. Но мне нравится делать вот так вот а-ля легкую дымку и, по-моему, получается просто супер. Кстати, времени занимает всего ничего. Мне на все это, судя по камере, ушло около двух минут. Согласитесь, достаточно быстро. Уверена, что вам очень понравится результат, который вы увидите. Ну и заодно можно будет протестировать, как правило, красные какие-нибудь или розовые тени, которые обычно люди боятся покупать, но попробовать хочется. Не, ну вы поняли, да, что для следующего лайфхака нужно погреть керлер теплом своей нежной груди. Ничего более странного в своей жизни я еще не делала. Типа, таким образом оно должно нагреться естественным теплом твоего жаркого тела и эффект отзависки ресниц должен быть гораздо больше. Быстро сделаю вторую, пока магия не прошла. Как это, блин, произошло? Нет, серьезно, это что, особая сисечная магия или что это только что было? Простите меня за слово сиськи. Ладно, пока ресницы на взлюте, пока они на подъеме, я их быстро сейчас еще накрашу, к всему прочему. А вот как выглядят ресницы после того, как я их подкрутила керлером при помощи нашей... И, по-моему, этот супер странный лайфхак можно назвать рабочим. Что сейчас происходило на экране, было странно. Более странно будет то, что я на полном серьезе собираюсь это проверять. Поэтому... Ну, какой здесь может быть вывод? Вывод только тот, что мои губы распухли, потому что, блин, это было достаточно больно и неприятно. И теперь у меня вокруг губ еще появилось вот такое покраснение. А еще мой голос видоизменился. Теперь я говорю таким образом. Так что, возможно, это каким-то образом, магическим воздействует на ваш мозг. Так что, девочки, лучше не надо. Ой, а где мой олигарх деньги? Для того, чтобы повторить этот лайфхак и сделать очень сексуальные, по идее, губы, нужно сначала сделать обводочку и нанести вот такую вот интересную схему. Ну что ж, весьма сочно. Теперь при помощи полупрозрачной помады, вот такой вот двойной, то есть внутри один цвет, снаружи другой, я закрашиваю. И конечный элемент при помощи прозрачного блеска для губ. Вот эту вот верхнюю кромку прям-таки обмазываю гелем. То я вижу, за счет блеска, который наносится на верхнюю вот эту вот зону губ, не видно границ и как сильно было сзади на законду. Что ж, интересно. Блин, жизнь, зеркало, оно реально выглядит так, как будто я просто только что из кабинета косметолога вышла. Если вы хотите напугать свою маму или учителей, или просто напугать всех, лайфхак однозначно работает. Губы увеличились сильно-значительно. Вопрос только в том, нафига она нужна, но это уже вопрос риторический и вопрос совершенно к другому. Но лайфхак сам по себе действительно работает. Посмотрите на эти губы. Просто как будто только что от пластического хирурга вышло. Самая малость скрипота. Ну, как-то так. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, если вам нравится эта рубрика и вы хотите продолжения. И всем спасибо за просмотр и всем пока. Смотрите мои предыдущие видео из этой же категории. В каком месте эти брови сделали меня красивее? Ааа, я сейчас смотрю на себя и офигеваю. Совершенно ужасно, отвратительно. What the fuck просто?